Всем привет! С вами главный мечтатель. Напоминаю, что я по-прежнему жду вашей истории о мечтах. И возможно в следующих выпусках я расскажу именно вашу историю. Сегодня я решил рассказать об одном событии, которое произошло 7 марта этого года. Более того, мне получилось на этом заработать. Смотрите видео до конца и узнаете, сколько удалось заработать и куда я потратил призовые. Для начала я скажу, что я очень азартный человек. Мне всегда нужны соревнования, не важно с кем, даже когда я хожу в зал или бассейн. Я не могу просто заниматься. Я всегда соревнуюсь прежде всего с самим собой. Я постоянно повышаю планку, бью рекорды, которые сам же поставил. В общем, стараюсь себя бодрить, иначе я просто не могу. В прошлом году в моем городе проходил чемпионат по аэрохоккею. Я решил принять участие. Был очень весомый призовой фонд. В первый день я выполнил задачу минимум. Вышел в 1 четвертую плей-офф. В день плей-офф я сразу попал на серьезного соперника и уступил 9-8. При том, что вел 7-8. Обидное поражение. Я вылетел с турнира, а мой соперник по итогу дошел до финала, где одержал победу и забрал главный приз в 23 тысячи рублей. По итогу турнира я понимал, что у меня были все шансы пройти намного далее. И решил, что если будут еще турниры по аэрохоккею, я обязательно попробую свои силы. Спустя год я увидел анонс мероприятия. 7 марта должен был состояться турнир по аэрохоккею. Я нисколько не сомневался, что приму участие. В первые же дни купил тикет на участие и ждал турнира. Все это время я визуализировал, как все пройдет. Конечно же, в своих мыслях я проходил от этапа к этапу и по итогу сделал фото победителя с дипломом в руках. Но это были лишь мои мечты и мысли. Пора было действовать. В день турнира я приехал на стоянку и было еще 10 минут просто посидеть в машине и настроиться на игры. Я закрыл глаза и в очередной раз прогнал все свои визуализации о победе. Я был настолько настроен, что не было сомнений в триумфе. Вот турнир стартовал. 24 участника, прошла жеребьевка, в 1-8 мне в пару досталась девушка. В тот момент я подумал, что это будет простая партия. И сейчас я легко пройду дальше. Но не тут-то было. Игра шла до двух побед. Первую партию я слил 9-6. Она била один и тот же удар, а я не мог его отбить. И так удар за ударом. И вот я уже лечу 1-0 по партиям. Во второй игре все повторилось. Она повела в счете и снова била тот коварный удар. И вот счет 8-7. Я в шаге от вылета с турнира. И в тот момент я подумал на мгновение. Как же так? А как же главный приз и фото победителя? Не поверю, что я сегодня его не сделаю. Настроился и забил две шайбы подряд. И забрал эту игру 8-9. Счет по партиям 1-1 и настало время решающей игры. В третьей игре я выиграл соперницу 6-9. Видимо такой камбэк немного ее все же смутил. И она уже не смогла дальше побороться. Счет по партиям 1-2 и я прохожу в четверть финал. После игры я решил больше не допускать главной ошибки в любом спорте. Это недооценка соперника. Я спортсмен, а все на те же грабли. Всегда относитесь к соперникам с уважением. Любой соперник может забрать свое. Помните это. В четверть финале игра шла до одной победы. И тут сыграла роль моя наблюдательность. Пока я ждал своей игры в 1-8, я наблюдал за возможными соперниками. И запоминал, как лучше играть с тем или иным игроком. Стратегии по факту у меня две. В основном я играю от обороны с резкими контратаками. Но если я знаю слабую сторону соперника, то я могу сыграть в атаку первым номером. Так и получилось в четверть финале. Я знал, что этот соперник слабо контролирует угол под левой рукой. Так и вышло. Большинство моих ударов в тот угол проходили. И игру я забрал довольно-таки легко. По-моему, со счетом 9-4. И прошел дальше в полуфинал. Из всех возможных соперников по полуфиналу, один особенно выделялся. Он выносил всех с разгромными щитами. И я понимал, что даже игра в оборону может не спасти. Тогда я подумал, только не попасть бы сейчас на него. Но, как вы понимаете, как раз на него я и попал в полуфинале. Зато недооценки соперника уже и быть не могло. В полуфинале матчи шли до двух выигранных партий. И начал я, как и в первом матче, неважно. Соперник забивал различными ударами и налегке убрал меня 9-4 или 9-5. 1-0 по партиям. Во второй партии игра шла более-менее ровно. Но в концовке соперник вышел вперед 8-7. И вот я уже второй раз за день в шаге от вылета с турнира. Я применил снова тот же прием. Вспомнил про главный приз и фото победителя. И забив две шайбы подряд, сделал счет 8-9. И сравнял счет в этом противостоянии. 1-1. Скажу сразу, может аэрохоккей выглядит безобидно. Но к началу третьей партии моя футболка уже была мокрая насквозь. Соперник тоже заметно задышал. А удары у него стали не такими хлесткими, как в начале первой партии. Как итог, по ходу матча я вел 2-7. И понимал, что видимо я в финале. Но как всегда в таких моментах, я начал привозить сам себе. И вот уже 4-7. Но я решил не доводить до нервных моментов. На сегодня хватит напряженных минут, подумал я. И вколотив две шайбы, забрал эту игру 4-9. Выиграв противостояние по партиям 1-2. Я в финале. В финал выходило три участника. Одного из них я помнил по прошлогодним соревнованиям. На которых он, к слову, стал вторым. Я понимал, что его можно выиграть, только играя внимательно в обороне. Первый матч соперники сыграли между собой. И ожидаемо выиграл призер прошлогоднего турнира. Следующий матч мне предстояло сразу провести с ним. Я, как и планировал, сыграл внимательно в обороне. И до середины партии счет был равным. Но в концовке я резко перешел в атаку и забил заветные шайбы. Победа 9-6. Оставался еще один матч. Победа в котором означала, что я чемпион. В тот момент я уже был на таком кураже, что меня уже было не остановить. Я решил поиграть в атаку и не прогадал. Победа 9-4. И я становлюсь чемпионом в этом году. Приятная усталость, стертые пальцы, невероятные эмоции. Прошла церемония награждения. Я получил главный приз. И, конечно же, сделал то самое фото, о котором так много думал. Честно говоря, я обожаю это чувство, когда визуализация из твоей головы становится реальностью. Поэтому еще раз всех прошу правильно, а главное чисто посылать мысли в космос. Действовать и достигать исполнения всех ваших мечтаний. Как, наверное, вы уже догадались из названия, главным призом были 15 тысяч рублей. За второе место давали ящик чипсов, а за третье упаковку кока-колы. Деньги я решил потратить банально, на вещи, которые давно хочу купить. Но постоянно откладываю их покупку по тем или иным причинам. Например, давно хотел барный стул, чтобы сидеть в кухонной зоне и монтировать ролики за барной стойкой. При этом находясь в общении со своей семьей. Купил зимнюю куртку на следующий год. Я не фанат вещей, но даже мне моя зимняя куртка за 4 года уже поднадоела. Сходили с семьей в кафе, от чего тоже получили положительные эмоции. Но и остальное разлетелось по нуждам семьи. Самое главное, что я получил от этого турнира, это очередное доказательство, что сила мыслей работает. Ребят, мечтайте, мечтайте смело, мечтайте дерзко, действуйте. И я точно знаю, любая, даже самая невероятная мечта сбудется. На сегодня все. С вами был я, главный мечтатель. Мечтайте, и все ваши мечты исполнятся. Субтитры сделал DimaTorzok